В декабре инвестиционная активность бизнеса традиционно снижается. Тем не менее, у районного совета по созданию благоприятного инвестиционного климата и условий ведения предпринимательской деятельности работы хватает. На очередном заседании начальник отдела промышленности, предпринимательства и сельского хозяйства Евгений Сайфулин отчитался о том, как администрация сопровождает рассмотренный в ходе прошлого инвестчаса проект фермера Антона Малинина по строительству откормочной базы на 50 коров. Ведутся переговоры о выделении субсидий из регионального бюджета через Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Алексей Валов требует от глав и руководителей поселений предоставлять на рассмотрение совета минимум по одному инвест-проекту еженедельно. У нас все возможности есть для того, чтобы заводиться. Понятно, что долгие процедуры согласования проходят в правительстве. Понятно, что какое-то время будет оттягиваться эксплуатация и запуск промышленных мощностей. Но тем не менее, мы должны работать. Должны. Каждый день, думаю, входят. В этот раз в рамках инвестчаса рассмотрели несколько небольших проектов. Ольга Еленик представила социальный проект по улучшению информированности населения о событиях в районе. Справочное мобильное приложение «Майо Щелково». С нашим приложением любой горожанин сможет на ходу получать всю самую важную информацию от актуальных новостей до времени работы любимого заведения. Теперь не нужно будет искать все в разных источниках. Можно будет просто зайти в мобильное приложение. Алексей Валов, как известно, с интернетом на «ты», поэтому задал руководителю проекта немало уточняющих вопросов. Как вы получаете будет эту информацию? Для меня это загадка. Получается, у вас, как бы, должны быть прямые коммуникации с каждым исполнителем, которые размещают информацию на сайте. Должны давать изменение информации вам. Примерно так, да. Также не очень понятно, чем отличается «Майо Щелково» от других аналогичных ресурсов. Алексей Валов предложил обсудить детали проекта с людьми, отвечающими за наполнение информационных интернет-ресурсов администрации района. Компания «Инфолинк» предложила отремонтировать здание бывшего Северного КПП в городском поселении Монина под офис для муниципальных нужд, а также под размещение своего клиентского центра. Перестроить сейчас там разваливающуюся часть этого Северного КПП в принципе в тех же границах, под офисное помещение. Озвучен также проект по размещению швейного производства в деревнях Осеева и Богослова. Предприниматели просят поддержки в выделении квот на иностранцев, граждан Вьетнама. Все представленные проекты, по мнению Инвестиционного совета, имеют право на существование, однако требуют серьезной доработки. Потенциальным инвесторам предложено продолжить контакт с районным отделом промышленности и властями поселений.